Я вношу проекты закона Саратской области, внесение изменений в статью 68, устал основного закона Саратской области, и внесение изменений в некоторые законодательные акты Саратской области. Речь идет, чтобы долго не говорить здесь, о законодательной инициативе. В соответствии с частью первой статьи 6 федерального закона 6 октября 1999 года 184 ФЗ о общих принципах организации законодательных представительств обвинительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации права законодательной инициативы в законодательном представительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, руководителем высшей исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и представительным органом местного самоправления. Правда, этот же федеральный закон дополняет, что субъекты Российской Федерации своими законодательными актами могут наделять этими полномочиями другие органы. Поэтому в соответствии со статьей 68 Устава основного закона Саратской области право законодательной инициативы предоставлено также членам Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, нас, как и во всех, представителям от Саратской областной думы и исполнительного органа государственной власти области. Саратовскому областному суду, арбитражному суду Саратской области, прокурору Саратской области, уполномоченному по правам человека Саратской области, уполномоченному по правам ребенка Саратской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей Саратской области, избирательной комиссии Саратской области, общественной палате Саратской области, Федерации профсоюзных организаций Саратской области, торгово-промышленной палате Саратской области по вопросам их ведения. Да, это было, когда мы наделяли вот столь щедро с этими полномочиями, я рассчитываю на то, что будет идти активный законодательный процесс. Но анализ законодательной деятельности с 2007 года, когда мы ввели вот эти положения, показал, что порядок реализации права законодательной инициативы требует пересмотра. В частности, субъекты права законодательной инициативы, которые предоставлены уставом основных законов Саратской области, данное право, как правило, не реализуется. Отдельные субъекты используются практикой внесения проектов нормативных правовых актов, касающих проведение законодательства области в соответствии с федеральным законодательством, дублируя полномочия органов государственной власти области. Ну и вот некоторые статистики. Так вот, период с декабря 2007 по ноябрь 2019 года, за 12 лет, из 3021 проекта законов Саратской области с субъектами права законодательной инициативы, указанной в федеральном законе о общих принципах организации законодательных представителей исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, То есть, вот как я зачитывал в федеральном законе, что депутаты, высшее должностное лицо, значит, органы местного самоуправления, было внесено 2820 законопроектов. Это 93% от всех внесенных в Саратской областной думы законопроектов. Остальные, как бы, вот, 7%, всего лишь 7%, вот на то большой персень, который я привел, всего лишь приходится. И то я сказал, что некоторые просто поправки федерального закона и так далее. Поэтому предлагается, в соответствии с федеральным законом, остановиться, кому определяет федеральный закон, это депутаты, высшее должностное лицо, председатель правительства и органы местного самоуправления. Становиться на это. Поэтому внести изменения в статью закона о уставах области и в законодательные акты о этих субъектах. Начинаем, какие законы, значит, о Саратской областной думе, об уполномоченном по правам человека в Саратской области, избирательной комиссии Саратской области, об уполномоченном по правам ребенка в Саратской области и уполномоченном по защите прав предпринимателя в Саратской области и о торгово-промышленной палате в Саратской области. Вот такие предложения. Вопросы, по-другому, еще есть, коллеги? У меня вопрос тогда о вашем предполагаемом списке, то есть ограничивается это депутатами властного регионального собрания, да, и исполнительной власти, и согласно всем, а что получается тогда с теми органами, которые сейчас попадут? Хороший вопрос. И федеральный закон, и наш закон, в том числе и устав, предусматривают, что никто их права не лишает, они могут свои законодательные цивы вносить через субъекты, которым мы оставляем право внесения законодательных, то есть через депутатов, через областную думу, через губернатора, председателя правительства, органы местных управлений, то есть широкое поле деятельности. Вот, Светлая палата как раз работает по этому принципу. Вопрос, который еще есть? Безусловно, данный закон повышает статус областной думы, статус депутата, но тем не менее, следует учитывать то, что ряд институтов гражданского общества не будут лишаться этого права, правильно я понимаю? Да, соответственно, поскольку процесс демократизации нашего общества развивается, и мы в свое время говорили, что это является достижением определенным, да, и повышало статус этих общественных организаций. Здесь просто следует учитывать и тот момент, что в том числе и бизнес, общество через торгово-промышленную палату будет лишено права внедать инициативу, просто нужно отдавать себе отчет. Здесь есть как положительные стороны, так и отрицательные. Поэтому, еще раз говорю, положительным моментом является то, что статус областной думы, статус депутата многократно повышается, потому что это будет фактически усиление одной из витые власти. Но, с другой стороны, мы затрагивали интересы бизнеса, что у нас вопросов, что у нас волны, почему-то это будет фактически усиление. Председатель торгово-промышленной палаты является депутатом, здесь вообще никаких, я думаю, и вы тем более являетесь в руководстве торгово-промышленной палати, у вас все карты у вас и вошли в руках, поэтому работайте сколько на этом поле, а поле еще не пахано. Но, я вам еще раз говорю, что я внес свое видение, я внес свое видение, а дело уже депутата в областной думы, вносить свои правки. Ну, нам нужно будет очень весомая аргументация, понимаете, да, чтобы это донести до избирателей, частью которой является как раз предпринимательское общество и гражданское общество, которое мы только еще, все еще формируем до настоящего момента. Пожалуйста, вопросы. И речь не идет о поправках в приведении в соответствии с федеральным законодательством. Если говорить о прокуратуре как о субъекте законотворческой инициативы, то данное право реализовывалось точечно и имело очень весомый характер. И затрагивало всегда вопросы социально значимые и значимые для области. К сожалению, сегодня мы услышали такую инициативу. Очень же, если вдруг такая позиция сложила за столько лет плодотворной, замечу, совместной плодотворной работы как с депутатами, так и со всеми представителями право-законодательства. Ну, я хотел бы отметить, может кому-то тоже жаль, что выпадает из этого, если такой закон будет принят. Ну, что касается прокуратуры, то уж я думаю, что здесь жалеть не очень, потому что прокуратуре дано право надирать, право смотреть за законностью. А получается иногда так, что прокуратура представляет законы и сама же себя должна контролировать, так понимать, что ли. Поэтому это, ну, если уж вот так вот грубо по-деревенски говорить, то получается так, что пишем законы и сами их давай контролировать, соблюдать эту законность. Ну, это один, как бы, момент, но здесь же никто это право от вас не отнимает, я говорю, что право контроля остается, и его никто не решает, это федеральное законодательство, пожалуйста, прокуратуре. Но, если есть предложение, пожалуйста, я же вам сказал, есть областная дума, вносите, они всегда будут рассмотрены, так было, так и будет. Еще вопрос. У меня вопрос в связи с этим, что возникла вот эта дискуссия, экспертное сообщество, хочу задать вопрос, нет ли здесь вот действительно конфликта интересов, когда прокуратура, с одной стороны, ее статус и, собственно, предназначение это надзор за соблюдением действующего законодательства, с одной стороны, а с другой стороны, вносится законодательная инициатива, и как в этом случае, значит, надзирать над этим, это первый вопрос. А второй вопрос, когда генеральная прокуратура, она обладает правом законодательной инициативы, как там на верхнем уровне обстоят дела, или только это наше, вот, скажем так, на вашей регионе? По поводу надзора за исполнением законов, мы надзираем за тем, как исполняется этот закон конкретными должностными лицами или органами власти в той или иной степени. И сейчас, я думаю, увязывать это с законотворческой инициативой, с правом правотворческой инициативы, немножко, ну, несопоставимые вещи, на мой взгляд. По поводу наделения права законодательной инициативы, у нас все прокуроры субъектов Российской Федерации и таким правом, в соответствии с уставами, наделены, и так же, как прокурор Российской Федерации. Но у генеральной прокуратуры есть право задержать конкретную инициативу? Если мы такую совместную законотворческую деятельность, вот до сегодняшнего момента, мы там вносим депутат, вносим законодательную инициативу, а прокуратура дает, как бы, свою оценку в виде заключения. Нет ли здесь, как бы, такого противоречия или конфликта интересов, когда, фактически, давая положительное заключение, вы лишаетесь право впоследствии, там, обжаловать или вносить протест на данную законодательную инициативу, если впоследствии вдруг, там, выяснятся какие-то истыковки. Мне, может быть, даже кажется, что в этой части вы, наоборот, усиливаете свои позиции, а не, как бы, страдаете от каких-то таких, значит, ущемлений прав. Прокуратура достаточно рычагов для того, чтобы воздействовать, в том числе, и на те законы, которые мы принимаем в виде протеста. Можно, наоборот, в словах? Если меня, правильно, не ошибаюсь, за столько лет на те законопроекты, которые мы давали положительное заключение, они впоследствии не рады мне быть в столбе. Это первый момент. И давая заключение, мы говорим о соответствии регионального нормотворчества актам, имеющим высшую юридическую силу. И такого в нашей практике, в нашей сегодня совместной работе за все время не было, чтобы мы, вначале, дали положительное заключение, потом принесли протест. Поэтому этого нельзя делать. Мы же понимаем, что если вы даете положительное заключение, естественно, вы не можете дать протест. Мы это не понимаем. Позвольте, мы, изучая законопроект, говорим о соответствии его или не соответствии. И если есть какие-то замечания, то они всегда направляются разработчикам и устраняются до вынесения этого проекта или любого акта на обсуждение. О, вот наконец-то вы истину сказали. А то вы до этого сказали, я прошу прощения. Нет, это страшно. Я все же 25 лет вот здесь в Думе, поэтому все помню. Вы сказали, что вы надираете, как исполняются законы, должностными лицами. А вот как раз мы сейчас подошли к истине. Да. На нашей, вот Корисей тоже вместе со мной, Нина Дмитриевна. Мы с ней даже побывали в конституционном сону. Да. А еще на стадии разработки, принятия закона были и протесты со стороны прокуратуры. Мы доходили до судов. Так было бы. Да, даже до верху. Ну, а вот так что здесь. Пожалуйста. Давайте мы откровенно будем на эту тему говорить. Уважаемые коллеги, законопроект внесен. Внесен со слов на рабочую группу. Прошу отметить этот момент. Понятно, что сейчас мы будем получать заключение специалистов по данному законопроекту. Никто не будет его вводить на комитет в случае там, если будут нарушения. Поэтому мы берем в работу этот законопроект. Николай, спасибо большое. И двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.